Мы взвесили вот этот сорт, сорт Алёшенкин. Вес оказался 1,2 кг. Но в прошлом году мы взвешивали также с прессой, была гроздь 1,6 кг. Виноградарь Александр Боровиков в этом году крайне доволен урожаем. Жаркое лето для винограда стало идеальным. На столе 11 сортов спелых сочных ягод. Чемпион по весу Алёшенкин. Ранеспелый зилгак, кишмичный бочезе и обладающая земляничным вкусовым оттенком и долгим сроком хранения Магарача. Вот так я его подвешиваю в подвале, прямо с куста и подвешиваю за ножку. И он хранится до Нового года, даже до 8 марта. Приехал виноградарь с северных районов края 15 лет назад. Через два года после переезда начал выращивать необычную для Сибири культуру. Первые шаги не всегда были удачны. Лоза часто вымерзала. Однако со временем удалось подобрать сорта, приспособленные под сибирский климат. Сейчас на приусадебном участке Александра Боровикова растет чуть больше 20 кустов винограда. В прошлом году он собрал с них 200 килограммов ягод. В этом ожидает еще более обильный урожай. Можно с ним заниматься и выращивать и для души, и для семьи, для здоровья, и для радости, так сказать. Все-таки, как захочешь в виноградник, сразу повышается настроение, появляется струя какой-то такой деятельности, надо то-то сделать, то-то сделать. Ну, конечно, уход за ним требуется. Большая часть ягод уходит на домашнее вино, остальное идет на засолку и компоты. Даже листьям находит применение. Готовят долму, бараний фарш в виноградных листьях. А недавно приобрели сушилку, которая позволила украсить стол новыми лакомствами. Я экспериментирую, ноу-хау, так сказать. Сушу в ней все подряд. Вот арбузы высушила, чипсы арбузные называется. Вот это пастила виноградная, тоже из винограда. Ну, короче, все, что есть под рукой и в саду, все туда. И все получается очень вкусно. Уже не первый год виноградарь устраивает осеннюю дегустацию, чтобы оценить вкусовые качества, цвет, форму и размер разных сортов, приглашает своих односельчан и знакомых. Нам выдаются вот такие вот анкетки, где подписаны все сорта виноградов. Мы пробуем каждый сорт, и каждый оставляет свое личное мнение об этом сорте. Ну, ставим бальный систем, либо что-то описываем. Потом у нас специальный человек, скажем так, в счетной комиссии, подводит итоги этой дегустации и определяется лучше сорт винограда. В этом году дегустаторы единогласно отдали предпочтение сорту магарача. На следующий сезон, по традиции, победителю отдадут больше места на приусадебном участке виноградаря. Артем Ахальников, Алексей Фролов. Новости.